Сони, зачем вы так со мной поступаете? Первым делом, когда я пришел сюда на выставку IFA 31 числа, я побежал на стенд Сони смотреть не смартфоны, не какие-то компьютеры обновленные наушники, лучшие беспроводные наушники с шумоподавлением. Если вы сидите за моим каналом, то знаете, что в этом году я неоднократно вам рассказывал про свои любимые наушники от Сони, которые я покупал еще в прошлом году. Они мне обошлись в 350 баксов с ИБ, хотя стоили у нас они по-моему даже до сих пор стоят 500 баксов. И в этом году Сони традиционно обновляет эти наушники, это WH-1000XM3. Ну, если не самые лучшие, то одни из лучших беспроводных наушников с активным шумоподавлением. Я сюда бежал и надеялся на то, чтобы, ну, лишь бы были маленькие исправления, лишь бы моя покупка в прошлом году еще была оправдана. И Сони сделали так, что я разочаровался. Разочаровался потому, что мне теперь хочется поменять наушники. Самая главная проблема предыдущей модели лично для меня была – это вес и габариты. То есть, если бы я пересматривал свой выбор, то, наверное, я бы все-таки брал бы Bose QC35, потому что они мне подходят больше по форм-фактору. Они были легче и они лучше сидели на голове, потому что предыдущая модель XM2 была для меня и сейчас остается великоватой. Вот эти наушники стали легче и компактнее. Теперь я их надеваю, это чисто мой размер. И в одном из своих видео я говорил, если вы выбираете между Bose QC35 и 1000 серией Sony, в первую очередь обращайте внимание именно на габариты наушников, ни на их звук, ни на шумоподавление, потому что, в принципе, они приблизительно одинаковы. Они даже стоят одинаково, Bose QC35 и 1000 серия Sony. Вы можете посмотреть в любом прайс-агрегаторе, это видно. И, кстати, и те наушники, и те хороши. Но вот эта новая модель, блин, ну почему они так поступают? Теперь придется либо же продавать те и покупать эти, либо же оставаться на старых и довольствоваться прошлой моделью большими размерами, потому что иногда во время занятий спорта предыдущая модель у меня попросту вот так вот слазила с головы, вот так вот слетала. Эти уже не слетали, потому что они компактнее и легче. Сейчас я вам быстренько расскажу про нововведения и теперь вы будете знать, что появилась новая крутая модель, на которую стоит обратить внимание. Компания Sony даже по музыкальным предпочтениям все как бы учла. Здесь играет Three Days Grace на смартфоне, одна из моих любимых групп, поэтому я могу в полной мере оценить и качество звучания, и шумодав в очень такой громкой аудитории, потому что холл огромный, несколько тысяч человек. Те, кто из вас хоть раз был на выставке, прекрасно знают, что такое вообще шум. Шум на выставке, его очень трудно чем-то погасить, но когда надеваешь эти наушники, не слышно вообще ничего. В этих наушниках Sony обновила свой шумоподавляющий HD-процессор, называется QN1, и по словам производителя, теперь он не только как бы подавляет лучше шум транспорта, но еще и может лучше блокировать определенные повседневные звуки, которые идут у вас на фоне, либо же шум улицы, либо человеческий голос. Новая функция быстрой зарядки, эти наушники за 10 минут подзаряжаются на 5 часов активного использования. Это очень прикольно, кстати, обновились еще и цвета, вот видите, такой немножко бежевый цвет, есть черные наушники, выглядят очень стиляжно. Заряжаются теперь от USB Type-C, потому что предыдущая модель заряжалась от microUSB, тоже в принципе нормальное обновление. В остальном это все те же самые наушники, то есть хорошая кожа, приятный пластик, единственное, что, допустим, моя черная модель мне нравилась больше, потому что здесь была некая вот такая ребристость, это гладкая поверхность, но это уже моя вкусовщина. С точки зрения каких-то клавиш и прочих вещей все осталось прежнее, это включение наушников, либо же активация режима сопряжения по Bluetooth, и дальше клавиша, которая переключает режимы, она ставит Ambient Sound, то есть наушники могут подслушивать то, что происходит внутри, используя внешние микрофоны, они могут усиливать звук, либо же наоборот выключать этот режим, либо включаете режим активного шумодава, который прекрасно здесь срабатывает, это проверено уже мной на протяжении года. Также они могут работать еще от обычного провода 3,5, он идет в комплекте, там идет такой специальный интересный кейсик, в который клубит такой хороший провод с интересными золотистыми вот такими наконечниками, и он еще, если наушники разряжаются, вы подключаете их напрямую к телефону, однако, когда они разряжены, конечно же, активного шумоподавления у вас не будет. Ребят, в общем, я могу сказать только одно, лучшие беспроводные наушники с шумоподавлением стали просто еще лучше. Кстати, стартовая цена будет 350 долларов, якобы в октябре они начнут продаваться официально уже в России, и цена будет приблизительно такая же в эквиваленте в рублях. В Украине они появятся, скорее всего, гораздо позже, и на первых порах у нас ценник будет, наверное, около 500 баксов. Вот так, напишите в комментариях, что вы думаете про эти наушники. Для меня лично это самое приятное, что я пока пощупал в рамках этой выставки. Ни смартфоны, ни планшеты, ни компьютеры, а именно наушники, с которыми я провожу огромное количество времени, которые меня реально выручают в самолетах, потому что я могу спокойно спать, даже просто не включая музыки, включая шумодавл, надеваю, тишина, и я просто сплю. Это отличный гаджет, который стоит каждый потраченный на него цен. С вами был Иван Лучков, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, заходите в телеграм-канал, и я побегу дальше снимать видосы. Пока!